Грин-карта для людей с экстраординарными способностями. Когда я задаю вопрос клиентам, не хотят ли они рассмотреть эту визу, я всегда слышу «Нет, я не получила Нобелевскую премию, поэтому она мне не подходит». Но после того, как мы детально разберем, какие заслуги есть у каждого, очень часто бывает так, что эта виза подходит для рассмотрения. Что за эта виза для людей с экстраординарными способностями? Это программа, которая предполагает иммиграцию, то есть получение грин-карты с правом проживания на территории Штатов, с правом работы, с правом получения в будущем гражданства. Для того, чтобы доказать свою экстраординарность, иммиграционная служба разработала критерии. Для чего нужны эти критерии? Ведь экстраординарные способности можно получить как в бизнесе, науке, культуре, спорте. И поэтому все это вроде бы разное, а критерии одни. Зачем это сделано? Потому что иммиграционная служба понимает, что ваши экстраординарные способности – это, в принципе, спективная величина. Для того, чтобы как-то это положить в рамки закона, были разработаны эти критерии. Критериев есть 10. И для того, чтобы получить иммиграционную визу по экстраординарным способностям, нужно удовлетворить как минимум три критерия. Что это за критерии? Значит, первый критерий – это доказательство получения наград на национальном и международном уровне за выдающиеся достижения. Следующий критерий – это доказательство вашего членства в ассоциациях, в той области, которая требует выдающихся достижений своих членов. Следующий критерий – это доказательство опубликованных материалов о вас в профессиональных или крупных отраслевых изданиях или других крупных СМИ. Следующий пункт это доказательство того, что вы судили работу других людей, других профессионалов индивидуально или в составе комиссии. Следующий пункт это доказательство вашего оригинального, научного, спортивного или связанного с бизнесом вклада, имеющего большое значение в данной области. Следующий пункт это доказательство вашего авторства научных статей в профессиональных или других крупных отраслевых изданиях или других крупных СМИ. Следующий пункт это доказательство того, что ваша работа выставлялась на художественных выставках. Следующий критерий это свидетельство вашей ведущей или важной роли в известных организациях. Девятый критерий это доказательство того, что вы получаете высокую зарплату или другое вознаграждение по сравнению с другими в вашей области. И последнее, это свидетельство ваших коммерческих успехов. Также стоит заметить, что человек, который подает на эту петицию, должен доказать, что он приедет и будет работать в этой же сфере на территории штата. А что он там не был известным футболистом, приедет сюда и здесь будет публик и печь. Нет, что он там это делал, приехал сюда, будет это делать. И более того, его умения и вклад принесут интерес Соединенным Штатам. Значит, есть разные способы доказывания разных критериев. Особенно я хочу сказать о том, что нет правильного доказательства. Это творческая работа. Каждая сфера науки это будет одно, в искусстве это будет другое, в спорте это будет третье. Поэтому здесь это огромная работа адвоката и клиента, чтобы собрать правильный кейс, чтобы собрать правильную доказательную базу. Поэтому, если вас интересует эта виза, не думайте, не начинайте бояться ее. Посмотрите, спокойно прочитайте. У меня даже если есть консультации с клиентами, бывает, я даю им список и говорю, вы спокойно подумайте. Не сразу не кидайте с ответом «нет да» и посмотрите, что есть. Если у вас есть какие-то начальные данные, дальше можно пробовать и доставать еще что-то из того, что у вас есть. Но вы просто об этом даже, может, и не думали. Подписывайтесь на мой канал «Иммиграция и бизнес США» с Еленой Манильевич. Оставляйте лайки, комментарии и отправляйте тем, кому это будет полезно. До встречи в новых видео. Пока!